Чуть больше километра с кричалками, песнями и танцами. Так больше 42 тысяч болельщиков пешком добирались на матч. Остановки только для софи и интервью. Я люблю Казан! Спасибо большое! Будьте любят играть! Будьте любят играть! Виктор Иран! Казан – это отличная город, хорошая, приятные люди. Возьмите, это отличная! Чемпионат мира настолько подружил некоторых россиян с иранцами, что перед Казань-ареной можно было услышать и такое. Иран! 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 Россия! Молодцы! Пока болельщики команд перекрикивали друг друга, в Иране впервые за 39 лет женщин пустили на стадион, чтобы посмотреть матч именно на Казань-арене, пусть хоть и по телетрансляции. Тысячи уже казанцев и гостей города смотрели ее на фан-фесте. Кто стоя, кто сидя, а кто и вовсе лежа. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу красной фурии. А это офсайб я вообще не видел. Они не показали на телевизоре, что офсайбы действительно нет. Мы очень сильно расстроились. Но настроение у иранцев пропало ненадолго. У футболистов их сборной еще есть шансы на выход из группы. Сегодня я очень горжусь каждым футболистом Ирана. Мы выиграли у Марокко, достойно сыграли с Испанией и посмотрим, что будет с Португалией. После игры у стадиона мы встретили даже болельщиков из Бразилии. Я сегодня поддерживал Иран, потому что это великолепные люди с большим сердцем. Это была хорошая игра. Испанские фанаты, конечно, праздновали. Это прическа специальная, как Пике. Мы готовились. Победа будет за русскими. Но вы сегодня за Испанию. Почему? Мы сегодня за Испанию, потому что наши. Мы потому что в меньшинстве. Нам, конечно, нужно было увеличивать счет, хотя атаки были обоюдоострые. Но мы победили сегодня. Что еще нужно? Болельщики покидали стадион, не торопясь, примерно час. Всех до места развозили бесплатные шаттлы. И это только вторая игра в Казани. Впереди еще четыре матча мирового футбола и непередаваемых эмоций. Уже в ближайшее воскресенье в гости мы ждем сборные Польши и Колумбия. Словат Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова